Гамбит атакует и довольно активно занимает перемычку под базой Б. Там уже третий игрок готов сместиться на хелпу, принимает ЮСП, отличная дальняя дистанция. Ну и теперь посмотрим, будут ли фраги. Да, есть фраги как раз от команды Гамбит. Отличный выход на точку Б. Сейчас будет установлена бомба. Ну и смотрим, красный снаг, тяжелый будет ретейк, диффузы есть у Туау. Туау действительно играет со щипчиками. Здесь меньшинство для команды Virtus.pro. Туау просматривает верхнюю волну, там уже продавили черный вагон Гамбиты. В целом у них хорошая позиция для того, чтобы выигрывать этот раунд. Так, Доси, пока что на апдауне, возможно даже в спину зайдет, если будет такая возможность и преимущество. Хорошая на пленте, но он пока что так на хелпе решается. Нужно на плент возвращаться, опасно. Хороший врыв от поляков. Ой-ой-ой, что творит Бьяли? Уже ситуация 4 в 1. Как можно было такое проиграть преимущество? Есть смолик, сгорит, сгорит по идее игрок. Там смок был, вот это да, какие красавчики в ВП. Вероятно, это будет раскидка аплента и поздний выход именно на эту позицию. Ну, посмотри, вот я хотел сказать, что вот сейчас увидели авик на зелени, возможно второй не прочитают. Но здесь сами Virtus.pro уже этот авик убрали с зелени. Он уже на B принимает нижний выход вместе с Туао, который смотрит вверх. Ну и как раз на троих игроков выходит Гамбит. Сейчас смотрим. Энтрикил очень важен. Есть минус от Гамбит. Так, где фраги? Не видим пока фраги. Есть серия разменов. Уже ситуация 2 в 2. Пока не дошли Гамбиты до плента. 25 секунд осталось до конца раунда. Очень важно поставить пакет. Бондик и Дося против Туао и Снетчи. Ну что же, не самые лучшие позиции у защиты. Вроде бы оба в коннекторе. Но давайте посмотрим, будут ли подсадки, будут ли гранаты атакивать. Подсадка есть. Снетчи чекает здесь. Пытается понять вообще позиции своих оппонентов. Гамбит играет грамотно. Пока не стоит открываться. Сейчас зелень Снетчи может отстрелить. Вот очень важный момент. И увидел, и еще и забрал. Это жестко. Вообще без шансов. Казалось бы, да, неплохая ситуация для того, чтобы устоять в этом ретейке. Но Снетчи этот выстрел просто в пиксель. И команда Virtus.pro берет четвертый раунд. Только у Снекса нет денег. И то можно всегда засейвить. Пока что 3б. Уже занимаются активно этой позицией ребята из ВП. И очередной хороший момент для объявлений на обдауне. Это коронная, козырная точка. И тут действительно можно всегда от этого игрока получить. Здесь просто так против ВП на этот обдаун лучше не выпадать. Начинается раскидка от Гамбит. Тут же пошли гранаты в ответ от Миху. Минус Молотов, минус Хэшка, минус Мок. Отлично. Все он сделал. Также увидел на позиции, которую называют Олафа. Своего оппонента. Пострелял по ногам. И очень слабо двигается команда Гамбит. Она не может просто выйти. Уже битые парни. На самом-то деле только хедшоты спасут команду. Бондик выживает, но моментальный размен 4 в 2. И здесь просто под один с фрейм можно одного и второго забрать. Очень легкая, казалось бы, ситуация для ВП. Но Моу дает важнейший минус. Но, наверное, на этом все. Выпадает бомба. 24 секунды до конца раунда. Мир 1 в 3. Очень не хочется этого говорить, честно. Правда. Но вот очень кисло выглядит сейчас команда Гамбит. Очень кисло. И пока не могут даже высунуться из сотки. В этом самая главная проблема. Обычно сотка как раз и на выходе этому и решает все вопросы с апдауном. Но сейчас тут вообще по всем направлениям какая-то беда. И действительно авики создают проблемы. О, как же здесь мир словил Снекса, который пытался как раз-таки отстрелить мейн. Ну и в итоге стал жертвой. Есть антрекилл для Гамбит. Это позитив. Но вот теперь нужно разыграть это численное преимущество. Да, есть, конечно, там два, грубо говоря, битых игрока. У Моуни вообще не так все хорошо. Но, опять же, есть авик в атаке. И, в принципе, он может свой фраг найти на карте. Очень медленно выходят пока что в этот раунд ребята из команды Гамбит. Конечно же, контролится зелень. Они сейчас уже занимаются и апдауном, ребята, активно. Ну и СБ поджим контролят. Ну и, в принципе, есть 55 секунд до конца этого раунда. Ну вот и апдаун. Вновь один игрок падает. Потом флешка, сотка не вышла. И вновь Виалик дает очередной фраг. Ну вот сейчас, наконец-то. Мир. Хорошо. Можно дальше продолжать. Миху, Снекчи. Ну как же так? Гамбит. Гамбит. Под зелень пока что никто не подставляется. Правда, нет. Снекса уже контролят. И, возможно, тут будет дуэль. Ну и смотри, мы что-то похожее видели. Ты помнишь вот эта вот тусовочка в мейне? Сейчас начнется раскидка. Уже пошел под режим зелени. Дося падает. Это просто фейс-ап. Сейчас Virtus.pro полностью понимает, что делают их оппоненты. Они просто перестроились, отпустили сотку, отпустили апдаун, отошли в глубокую оборону. Там даже думали о точке B. И просто Гамбит к этому не готовы. Вот они готовы были видеть Бьяли на апдауне, игроков в упоре. Но не просто вот такую вот обмороженную игру. Я не могу это смотреть, мне тяжело. В хорошем смысле на точке A. Так, Силь делает фраг по Снэксу. Есть вариант зацепиться. Бьяли с девятки тут же фраг в ответ. Но, мол, это последний. Отличный снайпер. Но хватит ли его мощности здесь? Я смотрю, как здесь Бьяли отыгрывает, так железобетонно. Он еще, по-моему, ни одной дуэли не проиграл. Ну и Снэйчи попадает все, что можно, если Снэкс не попадает. Ну как-то вот действительно более целостно выглядит по карту команда Virtus.pro. Но, возможно, это сторона. Но, опять же, с другой стороны, Гамбит, к сожалению, не могут нам какого-то заготовленного раунда показать. Бьяли, фраг по миру. Моу тут же на зелени находит фраг по Снэксу. Неплохо. 4 в 4 ситуация. Пошел смок от Моу. Что с продвижением? Бомба в медле. Два в апдауне, два на зелени. Миху сейчас, если зайдет чуть дальше и начнет чекать, это будет беда. Ребята, на Б. Так. И там один игрок. А он, кстати, по-моему, даже не подозревает, что здесь вышли. Сейчас в ухо может прилететь. Слышит, уже гранату видит. Как хорошо работает Моу. Пропустили. Пропустили. Моу в итоге двоих буквально в спину забирает. 4 в 2. Вот как-то раскайкили, да? Вот Гамбит как-то расшатали, расшатали. Нащупали все-таки слабое место. Вышли на базу Б. Поставили пакет. Ситуация 3 в 2. Такое, конечно же, нужно забирать. Есть еще минута. Давайте смотреть. 1 сот, 3 сотка, 2 апдаун. Бьяли здесь нет. Он уже не будет выходить. На эти перестрелки есть 3 кил от мира. Игрок польского коллектива, также на девятке обычно действует Бьяли. Но сейчас там Снекс. Ну что дальше? Что по бомбе? Бомба заходит на плент. Флешат от Экселя. Есть информация. Какой отличный выстрел по Бьяли. Снекс все еще не включился. Он фокусит плент. Вот он должен был убивать. Вспалилась башня, но тем не менее Снекс зовет Фраги. Что там на зелени Снеч? Пока не так много пользы. Ждем Туау. Ему тоже тяжеловато. Выходит из коннектора. Он уже на планете. Минус мир. Но это 3-2. Доси отвечает. 3-1. И в итоге Гомбит берут второй раунд подряд. А если бы там кто-то остался, дал бы один смачок на плент. Вот там не было бы 4 игрока на точке Б. Но если знаешь... Вообще ладно. Не будем об этом говорить. Еще один выход на точку Б. Как же хорошо. Бондик здесь словил Туау. Это отличная возможность для команды Гомбит взять третий раунд. Великолепный выстрел от Снекс. Сауга. Он уже похоронил двух игроков. Снекс также делает минус по Моу. Бондик с Доси остались вдвоем против четверых. Снекс просто невероятным образом подключился здесь на точке Б. Отличные фраги от Биали. Ну все. В спину идет поджим. Это одиннадцатый раунд для команды Виртуз Про. Либо Мега... Нет. Мега-2 не будет от Капитана. Ну что ж, друзья. Последний раунд в первой половине. Это пятнадцатый на ваших экранах. Активность на зелени. Мику слепой. И Доси его довольно легко забирают под флешечку. Есть энтрифраг для Гомбит. И заметьте, это не первый энтрифраг. Все равно в меньшинстве просто великолепным образом ВП каждый раз умудряются выйти победителями. Но надеюсь, конечно, не этот случай. Все-таки будет какая-то борьба. Хотя бы третий раунд возьмут Гомбит. Для меня будет обидно два матча таких в одни ворота посмотреть. Хотелось бы сочного КСа. Но Бьялис Накс отвечает моментально. Эксель на размене. И уже три в три. Вот если бы взять три, можно попробовать за камбэч. Там Туау не рискует по ходу на апдауне. Он ждет действия инфы от своих тиммейтов. А только... Нет, пошел все-таки, видимо, по лесенке. Да, сейчас он понимает, что его не держит. А вот это вот очень важно минус Бегомбит. Хороший Досио. Яли через коннектор Аксель выбирает. Туау, Аксель! Как же хорош! Ты знаешь, вот, наверное, это единственный игрок, которого... Да, по фрагам мы смотрим, что ровно идут. Это вот такой вот зажим Аплента, судя по всему, у нас просматривается. Это... Ну, раунд на Б не похоже. Да, это всего лишь один смок, который сейчас на Аплент пойдет. А зелень могут принять сейчас. Очень классный смок, который просто вынужден здесь, поляки, идти в этот смок. Бонтик делает фраг. Моу еще и оформляет, уже трипл-килл от Рустема. Снекс делает фраг по Акселе, но, опять же, в ситуации 4 в 1, Гамбит должны забирать пистолетный раунд. Тут слишком мало хп остается у поляка. Хорошо. Какой бы он суперскилованный игрок не был, здесь он не разберется. Скорее всего, Молик на Попдог. Ну, давайте смотреть, вот с какой раскидкой выходят сейчас поляки на точку Б. Ну, позиции вы только что видели у обороны. Доси его не видит? Доси, кстати, наверх поднялся. В упоре. Это очень интересно. Это очень опасно. Доси, а как же хорош, забирает снэч и Бьяли тут же на размене. Бонтик делает фраг по Бьяли. Миху отвечает по Доси. Три в три ситуация. Поляки заходят на базу Б. Очень важно, чтобы мир хорошо сыграл. Видит голову. Но нужно собирать. Такой агрессивно шел Миху. Наверное, уже не успевали по таймингу парни продавить, но все равно пошли. Надеялись на свои смоки, но не сработало. Бонтик делает фраг по снэксу. Остается Туао один. Однако пакет поставили. Ну и нужно просто вместе сыграть. Тут на размен задавить своего оппонента и взять этот раунд. В пятом нужна хорошая серия. Уверенная экономика, чтобы выровнять здесь игру и, возможно, выиграть карту Дтрейн. Хорошее начало. Моу делает фраг по Миху, который решил в соло вот так вот выползти из мейна. И его тут же наказали. Идея, в общем-то, заключается в том, чтобы выйти опять на базу Б. Там, конечно, с Миху на сотке не получилось. Но давайте посмотрим, что с выхода на Б тоже все довольно сложно. Красные. Там два игрока. Даже не красные, чуть меньше, чем 50 хп. Это... Они прочекали до сада. Как же ты хорош! Истина, Counter-Strike работает сейчас на 33. Мол забирает с Нэкса. Седьмой раунд для Гамбит. Скажем так, сезон вступает в активную фазу. Сейчас уже совсем скоро будет у нас мейджор. Ну и Lock and Load это очень хорошая разминка и очень достаточно сильный турнир по составу участников для того, чтобы выиграть его. Так, ну и неплохо у нас тут действует Аксель. Он делает фраг по Миху. Тут же отвечает с Нэкс, который вышел через апдаун. Дуау, душит мейн. Почему нет хелпы? Где хелпа? Вот он Моу. 3 в 2 ситуация. Доси прожимает трансформатор. Выход на зелень. И также у команды Virtus.pro. Очень важный фраг от Доси. Есть большинство. Сотка пошла. Бомба. А, времени нет. Я думаю, куда он летит? А просто времени нет. И вариантов других тоже нет. 9 секунд до конца. У самого не было КП. Была хорошая позиция от Доси. Вроде бы и знали, что возможно Доси там. Но даже не посмотрел. Тут Virtus.pro, по-моему, собирается вообще четвером двигаться через мейн. Бондика. Отличная позиция. Сейчас он будет работать. Поляки. Где же вы, поляки? Где же ты, Бондика? Должен был забирать. И как так? В итоге сначи Итау делают по фрагу в меньшинстве Гамбит. Однако Моу откидывает отличную картошку. Работает на пленте Миху. Как же хорош. Внутри плента. Делает фраг. Так, Доси приходит на хилл поддинг 2. Вот чего мы долго ждали от команды Гамбит. 2 в 3 в обороне сейчас от Гамбита. Они принимают вдвоем базу B. Доси с Аугом стоит на черном вагоне. Начинается заход. Тут же его отменяет Доси. Бондика подключается. Аксель делает так же фраг поддинг. Уау, уже 5 в 2 ситуация. Пахнет ресетом. Атака Бьяли и стакс делают по фрагу. Седьмой. Это Бондика. Это очень важная дуэль. Вот сейчас этот дуэль может решить раунд. Это не дуэль была. Это было просто в ухо. 2 хп было у Снэкса. Очередной размен. И в принципе должны тащить. Да, Снэкс красный погибает. Аксель делает мину. Да, он готов. Действительно. А нет, номер 5 под B пошел фейковать Снэкс. Увидел. Бондика перестреливает. Очень важный минус. Миху тут же разменивает, по-моему. Бондика понимает, где его оппонент. Начинает нашивать. Оставляет красным. Доси. Выход в перемычку. Снэкс должен погибать. Доси делает фраг. Он играет в углу на зелени. И по-моему, Virtus.pro понимают. А Бондик даже не смотрит в эту сторону. Витус пол. Слишком легко для Бьяли. Заход на базу Аксель на девятке. Это может быть неожиданно. Может быть, но давайте посмотрим. Да, все-таки есть минус. Красный попадает. Бомба падает. Да ладно, парни. Аксель! Как же хорош! Хорошо зашли на точку. Вообще 5-5 ситуация. Чтобы вы понимали. С поставленной бомбой для Virtus.pro. Ну что же, Мол начинает работу. Первый минус это ВП. Ну и аккуратно проверяя все. И сейчас будет ретейк. Да, в спину заходит Снакс. Но, опять же, такое тоже можно ожидать. Вот видите, Бондик чекает и проверяет эти моменты. Вот, возможно, стоит вернуться сейчас к Бондиславу. Ну вот, теперь уже развернется. Ну есть же информация, ребята! С дружбородом как-то разберитесь. Там, Алла Снакс, что делает один в один? Дося! Ну как это вообще возможно? Да что? Как такой-то такой Атали вообще? Нужно думать о том, как победить сейчас. Зелень Туа. Очень важное открытие по Моу. Как-то здесь Рустем пропустил этот выход. И могут быть проблемы у Гамбит. Там уже буквально Туаус АВП сейчас будет разрывать базу А. Бондик пока действует довольно закрыто на перемычке. Дося в соло. Ошибка от Моу. Тут Б прошло. Ой-ой-ой, тут Бомба уже может спокойно заходить. Это беда, друзья. Посмотрите. Но Бомба, наверное, не пойдет на Б. Там слишком далеко. Команда Снакс говорит так. Давайте, ребят, куча времени. Целая минута. Ну, действительно, есть смысл сыграть паузу. Они сами полезут. Да, разыграть. И Гамбит попытается явно собрать информацию. В итоге мы имеем ситуацию 2 в 5. Мир с Акселем против уже четверых. Аксель. Есть инфарк. На зелени. Разменяли. Могут не читать второго. Ой-ой. Нормально то. Нормально. Бондик в связке работает с Акселем. Попытаются парни как-то остановить соточку. Но это получается у Акселя. Неплохо. Минус Михо. Есть большинство у Гамбит. Три раунда до ничьи. Гамбит сейчас имеет довольно неплохие шансы. Бондик делает фраг по Снаксу. Здесь, как это уже Виртуз Про, не доигрывают. И по одному погибает. Однако, сначи, разменивает по Экселю. И вот, 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 вот. Вот, наверное, сейчас может быть ключевой минус в этом раунде. Да, сейчас забайтят, чтобы вышел игрок с апдауна. А, нет, через Молик будут работать. Да, он забирает Моу. Как же так? Очередной проход по зелени. В проходной двор. Ну, пять в три была ситуация, ребят. Дося сейчас придет буквально в руки к Снэчи. Тот, в свою очередь, чекает апдаун. Бондик. Все легко для Снэчи. Себе спину смотреть, там, самая главная задача. Да, друзья, это ГГ 3 в 1. Я не думаю, что Дося, насколько бы он, как бы он ни был хорош. Но, к сожалению, этот раунд он уже не вывезет. Дося делает фраг по Снэчи. Время здесь играет явно на Виртуз Про. Щипчиков нет. Есть только флешка у Досяна. Есть тяжелый армор. Ну, и добирает уже Бьяли своего оппонента. Команда Виртуз Про со счетом 16-12 берет эту победу.